Привет, трофейщики! Сегодня у нас сравнительный тест-драйв двух конкурентов. Это Axial 3 и MST CFXW. Ну, посмотрим, кто из них будет круче. Конечно, Axial более понапичканный. И оба на портальных мостах. Ну, для начала сразу поставим точку в вывороте. Руль вправо, MST, производители Дрифтух знают всё о вывороте автомобилей. Смотрите. У Axial нет ни одной дрифт-модели, поэтому с выворотом у них похуже будет, но незначительно. Сейчас сделаем вот так. Хопа! Ну, смотрите, в принципе, неплохо. Неплохо. Я думал, Axial больше всё-таки проиграет. Но покажем его фишку. Мы просто активируем DigUnit, блокируем заднюю ось. И разворачиваемся практически на месте. Вот так вот. Axial взял и уделал великую MST CFXW. Начнём тогда с мощного препятствия. Посмотрим, как здесь поедут. Так, передний свес не помешал MST, задний тоже не помешает. И легко карабкается на своей резине. Axial более тяжёлая модель, но не намного. Но всё равно вес ощущается, и MST в этом плане легче. С весом не помешали. И также легко карабкается. Итак, что касается скорости. Оба на 2S. Вот так у нас гоняет MST. Полный сток. Запомнили. И Axial. Вот так гоняет на 2S. Тоже полный сток. Побыстрее. Но мы включим вторую передачу. И стал ещё быстрее. То есть скорости, конечно, Axial выигрывает. Плюс есть выбор. Двухскоростная коробка. И мощная переворачиваемость. Ну, брэкдансер, давай. Блин. Зеркало взял и срубил. Так, давайте посмотрим, кто способен заехать в гору. У кого будет норм зацеп, а у кого будет беда. Кто перевернётся, а кто заскочит. MST. Ещё дам попытку. Гора-то приличная. Сейчас давайте-ка мы по другой траектории попробуем. Вот здесь вот. Ну, а здесь беда с зацепом. Блин. Смотрите, засел порогом, а. Назад не могу. Неправильно. Давай. Нет. Что покажет Axial? В общем, делаем вывод. Далеко не рок-рейсеры. Также засел здесь. О, вывод знаете какой? Резина по зацепистей у Axe. Реально. Ну, я никогда не любил MST резину, она реально дурацкая. Но Axe здесь молодец. Так, ещё одно препятствие, где свесы могут решить всё. Но MST пока почти проезжает. Оп. Не-не-не-не-не-не. Это тут путь лузеров. Ты давай путь воина. Вот туда, по прямой. Блин, сносит, конечно, препятствие. Забирается. Попробуем плавненько. Вдруг вытянет. Не вытягивает. И прыжок. Ещё дам прыжок. О, проехали. Интересно, какой путь выберет Axial. Путь лузера или путь воина. Смотрите, передний свес вот тоже такой же. Блин, прям вот один в один упираются. Но посмотрим, что ты здесь делаешь. Также садится на брюхо. Перевеса вперёд нету. Дам прыжка маленького. Теперь прыжок поболее. Axial, неужели ты хочешь слиться? Нет, нет, не слился и нормально. Итак, давайте вот здесь посмотрим. Сейчас как раз вывесим переднее колесо. А, перевес пошёл сюда. Не вывесим, но плюс-минус видим ходы. Кстати говоря, посмотрим, сейчас перевесить или нет. Давай МСТ. О, сложно будет задать на Axial ту же самую траекторию. Вот, давайте-ка боком пройдём. И давай, давай, давай. Вот здесь поворот не выдерживает. В общем, тяжеловатые МСТ. Переворачивается. Двигатель расположен очень высоко. Хорошо для гряземеса, но центр тяжести всё-таки страдает. Очень высокий. Так, пробуем уловить на Axial ту же самую траекторию. Сначала, да, вот здесь мы ехали. Вывешиваем переднее колесо. И давай. Так, пока не упал. Ладно, а если мы дадим оттуда? Пойдём под наклоном. У Axial все-таки двигатель пониже расположен. Вот здесь как раз я ехал на МСТ. И то же самое. В общем, только по низу оба. Нету здесь победителя. Итак, опять посмотрим на клиренс. Смотрите, сядет на брюхо или нет. МСТ проезжает. И что будет вот здесь вот? Так. Сели, засели, посидели и поехали. Вы видели, да? Неплохо. Вот ниже Axial откажется или выше – это вопрос. А может так же. Смотрим. Первый участок пройден. А вот здесь будет посложнее. МСТ задело совсем чуть-чуть. И Axial. Блин, ну, можно сказать точно так же, но мне кажется, Axial чуть-чуть да повыше. Так, дальше гора. Посмотрим, кто-то откуда заберётся. Опять же, здесь уже резина важна. Ax. Ax доехал до самого конца. А, наверное, всё-таки перевесит и рухнет. Да-да-да, вот это аккуратненько надо там. Ну же, ай-яй-яй. Друзья, пишите в комментариях, за кого болеете, всё-таки за старую добрую МСТ-ху или за новенький Axial 3 понапичканный. Так, смотрите. Резина топ или резина не топ? Нет. Кстати говоря, на Алиэкспрессе есть вот копия такой же резины, и она такая же дурацкая, так же плохо едет. Ну что, я вижу, что МСТ-ха здесь всё-таки проигрывает. Пока не может добраться до вершины. Побуксывает, но пока не переворачивается. А, нет. Ну, давайте попробуем вот здесь вот. Здесь уже как раз центр тяжести всё сыграет ещё роль. Я думаю, здесь нормальная шаль заедет. Вот так вот, аккуратненько. Давай-давай-давай, Axial. Axial, давай. Неплохой угол. У меня на сайте rsibair.ru есть таблица с углами подъёма. И Axial показал там не очень-то результат, насколько я помню. Но не помню уже, сколько МСТ. В общем, заходите, смотрите. Все тачки, все трофейки там есть. И Axial завис просто. Ай-яй-яй. Не, ну что, если проблем с зацепом не будет, то у МСТ-хи, может, и есть шансы здесь побегить. Но проблемы с зацепом есть. Доехать бы ещё до Axialовского места, да, подумали владельцы МСТ. Вау! Если вы владелец МСТ-хи, пишите в комментарии, что вы думаете по этой шасси за всё время эксплуатации. Всё-таки шассики уже больше трёх лет. Какие плюсы и минусы вы выявили там? О, нет! В общем, с подъёмом всё понятно. Посмотрим, что у них со спуском. Первым стартует МСТ. Порталы и сносит просто всё подряд. Шноркель мешает проходимости. Вот вам и копеечка. Да, копийность, она минус проходимость сразу. Итак, полетели или как? Или плавненько удастся себе съехать? Вот. Нормально. Сыпанулись и норм. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Как-то так. Так, дальше мощный. Мощный одноглазый Axial выступает. Шноркеля нет. И правого зеркала уже тоже. Так что здесь должен проскочить. Тоже порталы. Но что-то ему мешает. Ему вымешают фендеры. Не вымешают, а мешают. Реально, смотрите. Не шноркелин так фендером зацепился и застрял. Ну, Axial! В общем, не доехал даже до препятствия. Итак, только с помощью он оттуда выехал. Я посмотрю, что будет дальше. По-моему, даже проще съехал. Да, ну я летел, как бешеный ураган. Так. Сейчас, наверное, стоите, по-моему, здесь с прыжка чуть-чуть. И норм. Так, посмотрим на них по булыжникам. Давайте опять же посмотрим на свесы и на ходы. О, резинка. Ну, я ее подрезал, на самом деле, в вставке, поэтому она такая мягкая. Итак, смотрите, что происходит. Полностью вывешивается заднее правое колесо. И неужели ты сейчас завалишься? Реальная МСТХ может завалиться. Подкопаем там. Уперся передним бампером. И вообще застрял. Ну же, давай. Оп. Неплохо. Неплохо. Без разницы как, но мы выехали. Да, так. Закидываем еще второе колесо. И... Опаньки. Опаньки. МСТХ это почти проехало. Остался последний участок. Блин, кто здесь положил это бревно? Ну же. Нет, не может заскочить. Может быть, была бы скоростная коробочка или все-таки побыстрее бы шасть. Тогда бы, наверное, заскочил. Ладно, траектория лузера. Вот здесь. Все. Ну давай, Аксиал. Много болельщиков за тебя явно, потому что все-таки новая модель. Но замечу, Аксиал дороже будет. Да, то есть он в РТРе. МСТХ что-то там... А, китовая она 300 баксов. А этот китовый, по-моему, 400, да? Ну, в общем, сотка-то минимум точно. Но смотрите, что он творит. В МСТХ по-любому вложить придется замену резины. Хотя в Аксиал, наверное, тоже. Ну? Ну что это такое-то? Что за траектория такая? Смотрите-ка, а? Ну вот, ехал как МСТ. Вот. Должен сейчас закинуть второе колесо. Либо МСТХа перерыло все. В общем, проехал, но непонятно как. Давай, выбираем траекторию профи. Неужели ты тоже поедешь по траектории лузера? Ну, видите, рывка-то побольше выходит. Все-таки скорость поболее. Так, а разгона-то нету. Воу! Сейчас дадим шанс ему еще один. Дадим еще один. Давай! Нет, не цепануться здесь. Тоже в лузера поехал траекторию. Ну что, друзья, пишите в комментариях все-таки, кого вы ставите на место победителя. Будет это Аксиал 3 или все-таки это МСТХа? В общем, я, честно говоря, не могу дать однозначного ответа. Есть плюсы и у МСТХи, есть плюсы и у Акса. Поставить сюда хорошую резину и МСТХа уже будет ехать по-другому. Все-таки резина многое решает, а вот эта вот самая дурацкая резина в мире, по-моему, у Акса. Вроде ничего. Резина такое помягче, наверное. Да, это жесткая сама по себе резина. Это мягенькая. Вот. Но зацеп получше. Хотя тоже далеко не идеал. В общем, друзья мои, ссылочки на трофейки есть внизу. Смотрите другие сравнительные тесты и смотрите их тест-драйв в помещении двух. И там тоже можно сделать кое-какой вывод. Пока! Ну и давайте посмотрим перетягивание. Раз, два, три. Ожидаемо. И меняем местами. Раз, два, три. Аксиал более тяжелый. Да и с зацепом проблем нету. Поэтому утягивает без вопросов МСТХ. Смотрите, как эту. Оба на первой скорости. Ну, в МСТХе она и так одна, а у Аксиала две. Но она пониженная. Можно таскать так ее целый день. Простая MinistРик. Аксиал. Кури. Ув Seth. Там. Сколько дней. Ув業. Там. По gemacht. Тамرت.